Здравствуйте! В эфире Лицейские новости и с вами мы, Даша Домнина и Миша Коротков. Сегодня в выпуске. День Лицея в первых классах. Посвящение первоклассников-лицеистов. Премьера в честь 70-летия Победы. Постановка учащихся в 10-х классах, пьесы Федотова «Легенда о молодых гвардейцах». Мы рады поделиться опытом. Городской семинар директоров школьных музеев. Пятиклашки на звездной дорожке. Вступление учащихся в 5-х классах в детское объединение «Созвездие лицеист». Новая рубрика «Пушистые друзья». И спортивные новости от комментаторов 5-го «Б». Ежегодно школьный театр имени Николая Николаевича Хрулева радует нас своими спектаклями. Вот и в этом году все с нетерпением ждали премьеру, которая должна была состояться 19 октября в день лицея. Для постановки выбрали пьесу Федотова «Легенды о молодых гвардейцах» по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия». Выбор произведения не случайен. Пьеса, в которой рассказывается о героической борьбе комсомольцев Донбасса с фашистскими захватчиками, приурочена к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Вся параллель 10-й классов отнеслась к подготовке очень серьезно, и репетиции начались уже с сентября. Времени было немного, но результат превзошел ожидания. Спектакль начался с выступления учеников 10-го А-класса. В их небольшом отрывке показаны последние мирные дни и самое начало войны. Зрители увидели и танцы, и песни, и слезы, и радость. 10-й А задал ритм всем последующим классам. И вот на сцене 10-й Б. Перед зрителями немецкие офицеры, полицаи и первые военные действия, только что организованные молодой гвардией. 10-му В и 10-му Г досталась самая важная и самая печальная часть постановки. В зрительном зале стояла тишина, а у некоторых даже наворачивались слезы. Спасибо всем 10-м классам за спектакль. Эта постановка никого не оставила равнодушным. Музей истории лицея номер 8 хорошо известен не только в нашем городе, но и за его пределами. В 2000-м и 2008-м годах музей стал лауреатом всероссийских смотров музеев по патриотическому воспитанию учащихся. В 2010-м он занял первое место в областном конкурсе, посвященном 65-летию Победы. В октябре в нашем лицее состоялся семинар педагогов-руководителей школьных музеев, на котором администрации и руководители музея поделились опытом воспитательной патриотической работы, в основе которой лежит работа в музее. На пленарном заседании с докладом выступили директор лицея Ярцева Ирина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе Богданова Софья Геннадьевна, учитель информатики, руководитель радиостудии Леонтьев Александр Владимирович. Затем гости посетили кабинет, где находится музейная экспозиция. 31 октября учащиеся пятых классов собрались в актовом зале, что в торжественной обстановке стать членами школьного детского объединения «Созвездие лицеист». Каждый класс подготовил презентацию и небольшое выступление. В итоге директор лицея Ярцева Ирина Николаевна вручила всем свидетельство и поздравила с началом нового этапа их школьной жизни. Студия 8ТВ тоже поздравляет пятиклассников и желает им много интересных и полезных встреч и мероприятий. Ну а теперь немного о Дне лицея. Как торжественно звучат эти слова для каждого лицеиста. 17 октября на канале празднования Дня лицея наш прекрасный союз ввели новые члены. Мы приняли лицеиста, первоклассников и ребят, поступивших в лицей в этом году. По традиции в торжественной обстановке прозвучали слова «клят». Был исполнен гимн. Маленьких лицеистов поздравил директор школы и старшие товарищи. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем первоклассникам с достоинством нести звание лицеиста. И всегда гордиться тем, что они учились в одном из лучших лицеев города. Здравствуйте! В эфире спортивные новости. И сегодня их ведем мы, Голубев Георгий и Колосов Андрей. В преддверии Дня лицея 18 октября состоялась спортивная эстафета «Веселые старты». В эстафете приняли участие 4 пятых класса. Борьба за победу была, можно сказать, ожесточенная. Все участники отличались быстротой и ловкостью. Стартовали почти одновременно. Каждый хотел прийти первым. В результате места распределились следующим образом. На четвертом месте пятый А. Третье призовое место занял пятый Б. Второе – пятый Г. И первое с небольшим отрывом – пятый В. Мы хотели бы поздравить всех победителей и пожелать им дальнейших успехов на спортивном поприще. О проигравшем советуем не отчаиваться и как следует подготовиться к следующему этапу. С вами были спортивные комментаторы – Колбев Егор и Колосов Андрей. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Мы открываем новую рубрику «Наши пушистые друзья». И с вами ее ведущая Анастасия Антоновна. Героем первого выпуска стал мой кот Марсель. Ему 7 месяцев. Порода у него – британские веслоухи. Он игривый, веселый и ласковый. Он любит смотреть на улицу из окна и ловить птиц, пролетающих рядом. Но больше всего он любит спать в своей уютной персональной кроватке и бегать по дому. В семье он наш любимчик. И мы можем сказать точно, что он наш четвертый член семьи. Марсель – мой самый любимый питомец. Кроме него у меня еще есть две собаки, черепашка и рыбки. До свидания! С вами была Антонова Анастасия, ведущая рубрики «Наши пушистые друзья». До встречи в новом эфире. Пока! С вами были новости лицея. Всего доброго! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова